Восхождение к высотам Натальи Кондрашовой началось много лет назад, когда она юной девчонкой давала торжественную клятву. Спустя десятилетия на ней снова красный галстук, но теперь Наталья передает свой пионерский опыт школьникам и воспитывает своих подопечных в духе взаимой помощи и ответственности. Я этим гордилась и, наверное, может быть с того времени, вот какое-то зерно вот этой любви к этому коллективизму, вот этому движению детскому мне, наверное, и зародилось. По итогам учебного года наградили школьных вожатых. Наталье Кондрашовой вручили грамоту в номинации «Надежное плечо». Наталья во всем поддерживает и помогает активистам пионерской организации. Каждый раз она вспоминает своих наставников, которые стали для нее примером в педагогической деятельности. Мой бывший директор Джачик Виктор Петрович, который многому научил, во-первых, это любовь, действительно настоящую любовь к детям. Поздравить ребят и педагогов и вручить заслуженные награды пришли представители Департамента по делам молодежи, спорта и образования. Наверное, самое главное среди тех, кто собрался сегодня здесь, это то, что каждое ваше действие и каждое ваше дело – это восхождение к высоте. Высоте добра, мира, чуткости, нежности и понимания. Вашей готовности всегда прийти на помощь друг другу. Завершила свою работу в этом году школа пионерских профессий. Ребятам, которые овладели специальностями совершенствия, вручили сертификаты Союза детских организаций. В этот раз их получили более 250 ребят. 55 пионеров получили патенты инструктора. С каждым годом их становится все больше и больше. Я думаю, те ребята, которые сейчас выйдут сюда, для вас многие знакомы не только в своей школе, но уже на уровне города. Также грамоты Союза детских организаций вручили победителям и призерам творческого конкурса «Память поколений». Концертную программу подготовили активисты дружины «Радуга» из 2-й гимназии. Елена Грицкова, Осеми Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24.